В ближайшие осени-зиму общественные здания Германии, за исключением больниц и социальных учреждений, будут отапливаться до температуры 19 градусов в целях экономии электроэнергии. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Республики Роберт Хабек. Понизив температуру всего на градус, можно сэкономить до 7% энергии, используемой для отопления. Также в Германии решено не подсвечивать рекламные объекты, памятники и здания ночью. В продолжение темы. Немецкие пенсионеры начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление. Самые популярные направления – Турция, Тунис, Египет, Канарские острова. Также эксперты отмечают спрос на путевки в Таиланд, Сенегал и страны Карибского бассейна. Минфин Германии предупредил жителей о значительном росте налогов с 1 января. Для того, чтобы смягчить последствия данных шагов для населения, правительство готовит закон о выравнивании инфляции. Согласно будущему закону, по имеющейся информации, будет изменен линейно-прогрессивный налоговый тариф. Также будут увеличены детские пособия. Речь идет о сумме порядка 10 миллиардов евро. Эти средства должны компенсировать прогнозируемый рост налогов. И о здоровье. Немецкие ученые провели исследования и изучили противовирусные свойства растительных экстрактов. Так, полученные данные позволили установить неожиданное полезное свойство черной смородины и черники. Оказалось, что смесь экстрактов этих ягод обладает противовирусными свойствами по отношению к коре и герпесу.